вы дождались и я дождался это обновленный kia sportage новые моторы новые комплектации и даже новые цены сейчас сравним чем топовая версия отличается от базовой и не только это очередной выпуск вашей любимой рубрики что почем самая доступная версия от 17 тысяч 300 евро теперь это крутой новый sportage ну если брать окончательную стоимость то подорожал насколько вот kia конечно ну а здесь вот вообще четкий cayenne напомню что это не тест-драйвы сегодня мы не будем кататься нет мы просто пришли в салон как обычный покупатель чтобы выяснить как изменился kia особенно это актуально в этом выпуске потому что как вы знаете у меня в семье есть sportage средней комплектации бизнес и я не безразличен к тому что там сейчас появится в машине может быть что-то из этого удастся даже вынуть и так напомню что сейчас мы снова находимся в автоцентре на столичном игорь привет на ты будем да ну что дождались sportage дождались наконец-то когда закатились в салон первые 1 августа практически смотри у нас здесь реально сейчас все три комплектации правильно да такое сейчас увидишь не в каждом салоне база комфорт бизнес это среднее как у меня и gt-line топовая верно скажи подешевела машина в базе подешевела сейчас сколько самая доступная версия от 17 тысяч 300 евро а было было если без акций брать по распродаже прошлых годов где-то на тысячи евро дороже а комплектация была проще комплектации было чуть попроще то есть у нас получается профит абсолютный дешевле и лучше укомплектового да хорошо начнем с дизайна скажи ты слышал да про наш выбор мелодии слышал да скажи как 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 поменялось вот в понимании видение машины после рестайла ну поменялось конечно и не машины в лучшую сторону во первых уже много опций которые в базе не шли уже стали доступны в базе обновленного спорта джа вот поэтому ты скажи вот просто эмоционально эмоционально да что что поставим как какая мелодия по этому плане давайте послушаем адель rolling in the deep и так если вы еще не в курсе в инстаграм отправляется фотография с призывом задавать вопросы инфокар юэ ищите в инстаграме можете также подписаться на youtube канал и в сообществе точно также будет призыв спрашивать 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 а в конце видео мы обязательно на все это ответим но не на все она самая адекватная так игорь давай еще сравним внешне чем что поменялось комплектациях чем они сейчас отличаются топовый джетелайн новая оптика новая оптика в стиле cayenne опять же до 4 лампочки дать а вот это горит да это поворотник или аварийка а можешь включить надо слушая огонь реально вот морда настолько преобразилась это это было ice cube сейчас они тоже называются с да да просто выглядят чуть посовременнее круто решетка с хромированными вставками накладка на бампере чуть-чуть другой бампер так 19 диски по-прежнему в топе до поменяли свой внешний вид новый рисунок резина континентал слушай а вот это вот пластик пластик да да такого же не было тоже данных тоже не было добавилось хрома чуть-чуть правда конечно он будет наверное обдираться ногами так прилично как думаешь все возможно прям прям на выходе да поэтому поэтому что мы продаем бронепленку специально для некоторых элементов и это правильный ответ да как раз раз в год где-то приблизительно придется переклеить но зато хром останется с вами надолго так вот это у нас бизнес средний точно такая же оптика точно такая же оптика а это фары уже диодные это делать уже full это что называется из и дальние и ближний свет дальние ближе то есть и в среднем уже это и в среднем из раньше получается у нас диодные были только в топе фары да а сейчас они уже и в бизнесе и в бизнесе так но бизнес подорожал тут так сказать ну если брать окончательную стоимость то подорожал на сколько ну там где-то евро 500 а ну не принципиально сейчас посмотрим добавилось ли там опций единственное что меня здесь раздражает это желтые противотуманки точно так же как и у меня горячий кстати но их можно выключить есть есть вот теперь это крутой новый sportage отлично новая решетка тоже до рисунок на бампер такой же внизу как как и в gt-line такой же до отличия нету так и возвращаемся к базе в базе у нас здесь сейчас база осталось так с предыдущего база дозаряжается сейчас попробуем сел аккумулятор у нас есть есть так то есть то же самое что и было дневные ходовые или не было дневных это были такие же такие же точно так один в один в один как и были на а это будет галоген до должны сейчас глянем не хватает заряда так понятно то есть в базе изменений по оптике нету если он еще нет самого бампера дата за ними штуками как думаешь будет вот это облазит черное думаю нет это пластик получает оплачивая краяльный лак впереди да может тоже его можно поклеить и передний бампер абсолютно весь переклеивает и включая вот эти элементы просто формы сложные можно будет так под заморочиться так и в базе у нас уже 17 диски да уже это изменение коснулось как раз рестайлинговых автомобилей уже в базе идут 17 диски такие же как в комплектации бизнес рисунок абсолютно такой да но это правильно потому что я скажу по опыту своему 17 то что надо даже вот я в броварах езжу по ямам нормально 16 мне кажется уже было не то то есть все таки у нас база еще до комплектовалась несмотря на то что стало дешевле по резине значит в топе у нас стоит континентов конте спорт контакт 5 супер вариант в базе у нас хэнкук нормальный так а в бизнесе а в бизнесе у нас тоже континентов но есть нюанс ярик посмотри мы вот неоднократно подымали уже в комментариях тоже написали тему насчет того какая резина ставится родная завода и посмотрите это формально континентов но посмотрите на качество что-то очень удивительно то есть если вы посмотрите на континентов розничный он не такой посмотрите тут вообще что-то вроде какой-то гули то есть вопрос что это за резина и почему она такая вот удивительно смотрите есть континентал европейская есть вот хэнкук сравнить насколько круче визуально кажется хэнкук вот качество до всего рисунков штамповки формовки хэнкук у нас корейский а континентал тот написано где он сделан игорь что ты как ты можешь это прокомментировать я могу прокомментировать это тем что скажем так вы правы что на заводах производителях не ставят топовые комплектации или там топовые марки резины вот скажем так была какая-то на же усредненный вариант оптимальный после отношения цены и качества ну да ну смотри покупая эту машину я бы хотел вот ту резину от базовой хэнкук получить может быть со временем так хотя в рознице это стоит наверное намного дороже можем посмотреть но давайте все-таки глянем что вас ждет если вам вдруг попадется машина вот с такой резиной вы не сможете ее поменять на хэнкук не сможете выбрать и решите докупить значит мы убираем бренд континентал и смотрим в этом размере от дешевых дорогим пролистываем китайцев которых которые будут явно не лучше и докапываемся до хэнкука хэнкук оптима 415 неплохая бюджетная шина 7 предложений от магазинов отсортируем по цене 1800 гривен то есть фактически 4 колеса вам будут обойдутся там около 7000 гривен ну скажем так терпимо хотя не очень то было бы приятно такую машину получить короче говоря будете покупать машину обратите внимание на резину если будет возможность выбрать на хэнкуке смотрите хэнкук вместо вот этого конте премиум контакта так сзади вообще бомба вот честно невозможно взгляд оторвать в черном варианте вообще даже даже солидный выглядит хотя я последнее время честно говоря не уже перестают черные машины нравится не самый против не цвет и получается у нас диодные фонари тоже уже все же идут даже у меня среднем у меня в бизнесе нету диодов нету диода так в базе что будет кстати еще так из нового хромированная не было задок не было до хромирована ставкой при поменялись и крашеная пластиковая задние нижние фонари по расположить бампер другой да так ну здесь я сразу вижу что не диоды еще не дозарядился аккумулятор ну вот как то так но я бы не сказал что выглядит ущербно или дешево ярек тебя бы это смутило нет ну то есть если смотреть на базу до с учетом ее цены не придерешься конечно если сравнивать уже с теми диодами внизу отличие нету то же самое внизу от этого хромирована вставочка ну ты имеешь ввиду от предыдущая версия да ну и нету здесь в базе нету накладки нет но я как бы не против абсолютно потому что это будет сильно практичнее так и есть и как у нас топ отличается кроме наклейки gt-line наклейка gt-line и две выхлопные трубы а и вот эта ставка тонированная дальше потемнее она ну а здесь вот вообще четкий cayenne с цветом только более темно просто яд эти фонари невероятно по багажнику там есть изменения по багажнику нету такой же лит раз 466 литров остался кнопка открывания только в топе только в топе осталось что-то здесь внутри мы найдем новое нет а здесь все то же самое полноразмерно запасное колесо conti sport контакт все нормально кстати да на родном диске так и это сам это сам сам был у меня и в средней версии да он по-прежнему там же до средней версии уже к сожалению нет а босс вообще есть средний нету джибель а джибель да тоже бель то есть же бель ушел из средней до к сожалению уже спешилось нам отказаться джибель средней комплектации чтобы оставить интересную цену для наших покупателей я сейчас нахожусь в средней комплектации спорты же потому что аккумулятор базовой версии сил но здесь вроде как звук точно такой же как и там и я бы ему поставил 6 полный баллов на самом деле он совсем неплох и вот у паши в средней версии джибель и я не могу сказать что он там вот прям принципиально лучше на самом деле здесь и низкие есть это все можно подстроить и секвалайзер и как бы по крайней мере на незаведенной стоящей машине в салоне все неплохо мы попробовали завести мотор это специально для алексея горбаня одного из комментаторов у нас на фейсбуке никакой разницы мы не заметили поэтому мы продолжаем искать ее разница уже просто нету саба скорее всего саба нет алексей и возразит что саба же нету это будет будем будем искать где есть сам сейчас мы находимся версии gt-line это топовая модификация спорта и джа здесь установлена система джибель я не знаю параметров но звучит она баллов где-то на 7 с половиной то есть на балл минимум лучше и мы также проверили здесь включенным и выключенным мотором и разницы нет никакой на максимальной громкости и с максимально выкрученными басами давай глянем все-таки еще какие запаски лежат в других версиях потому что эти машины берут в том числе и в регионы где дорог нету информация будет не лишней тут вместо саба заглушка да а здесь нет в 1.6 комплектации комфорт на механике на автомате будет идти ремкомплект а докупить можно будет да здесь помещается сюда до снимается этот и ложится полноразмерно запасное колесо но это глава подожди а в комфорте с другими моторами будет мыть и докатка с домкратом докатка узкая да хорошо но на самом деле если представить что не имея здесь докатку мы экономим на цене то опять же понимаем что самому скомплектовать докатка будет дешевле чем платить за нее в комплектации это факт здесь также в комплектации идет полноразмерно запасной колесо с таким же диском и тоже continental да вот здесь она кстати как-то повеселее даже выглядит резина контакт 5 так здесь должен быть домкрат все все то же самое то есть все тоже изменения особых нету давай обсудим моторы что нового я слышал чуть ли не новые двигатели по двигателям начал поставляться тут только заехал к нам один из первых экземпляров это 16 бензиновый двигатель он уже выпускался на спорт и же предыдущем но с автоматической коробкой передач это самый дешевый автомат 1 6 500 евро до 1 6 бензин 6 ступеней автомат да так подожди вот за 17 это эта машина сколько стоит вот это 18 500 вот с автоматом получается начало база автомат 1 и 6 бензин 18 500 евро евро автомат шестиступенчатый тот же что у меня наверно да с дизелем шоу это их разработки и да мы долго копались почему-то когда-то нам в корее на презентация стингера сказали что автоматом zf 8 ступенчатый же рассказал корейский инженер потом они сказали что вроде это уже наш автомат вот кому верить вам верить нам да так мы не знаем все так извлению точной информации я так и не нашел вот мы берем из наших открытых источников вот а производитель нам такой точно не признается не не сообщил поэтому у нас есть тоже два варианта это или своя разработка или ztf ну подожди а можно же поднять машину на подъемнике наконец-то и увидите ли там маркировок нигде я думаю мы не видят а маркировок мы только увидим номер запчасти и все то есть они могут это замаскировать до имеют кто конкретно произвел эту коробку за но мне кажется друзья пожалуйста в комментариях напишите я уверен что многие уже разобрали свой спорт и по винтиками уже знают точно что там за автомат поэтому ждем в комментариях уже четкий ответ так значит 16 мотор тот же что с динамикой динамика разгона на механике будет динамика разума одета 11 с половиной секунда сотни на автомате естественно будет чуть чуть больше где-то порядка 12 с половиной 13 секунд пока под их двигателю коробки точных характеристик мы не имеем скажи а вообще сочетание то 6-ступенчатый автомата 16 было да у нас не было то есть ноги 1.6 механика не когда то есть сейчас он доступен с автоматом скажи ты так анализируя спрос как как думаешь будут брать такое сочетание уже практически все машины которые нам зашли в первой партии все распроим именно 1.6 до двигатель жизнь откровенно такой слабый это да двигатель практически для езды по городу поэтому кто большем степени ездит по городу на работу с работы этого двигателя будет доставка ставят туда по газу скажем так производителем запрещено ставить газ в этом случае снимается автомобиль с гарантией а дилеры ставят на свой страхи дилеры мы ставим на свой страхи риск гарантия от нас естественно обслуживание у нас и все гарантийные вопросы решаются у нас то есть в принципе клиент может быть спокойно для него это фактически та же гарантия или есть какие-то но ну но это только то что если например другой регион то в другом регионе его не обслужит по гарантии только у нас но хотя на самом деле мы догадываемся что наверное таки обслуживание обслужат обслужат вопрос в родинных случаях и все но имеется ввиду что если что-то поломается мы придется ехать именно к вам да да это не проблема сколько стоит гбосида здесь двигатель с прямым впрыском поэтому стоимость гбос здесь будет чуть чуть дороже чем обычные варианты у нас это будет стоить это порядка 35-38 тысяч гривен если ставить хорошую установку берси так это какого поколения будет это пятого последнего и ставят ставят уже числа окупаемость сколько километров пока тяжело посчитать окупаемость потому что с этим двигателем только начали ставить гбой и раньше что не ставили раньше мы надо двигатели очень редко ставили практически не оставили буквально когда вопрос коснулся автомата когда уже начали ставить нового расход побольше а сколько реально она жрет бензина с автомата по городу восемь с половиной девять литров ну так не вроде бы и не критично но с газом будет конечно попроще так здесь под капотом у нас начали ничего нового да еще но бачки не увеличили не увеличили тут практически все то же самое осталось что и было в этом с этого вида ничего но они уже ладно возвращаем зарядное устройство на место сразу отвечу на вопрос это зарядное устройство это никакая не доп опция и не новшество под капотом так хорошо вот давай так оставая так что у нас дальше идет вот эта машина в чем под капотом здесь под капотом двухлитровый дизель так такой же получается как у меня сколько сил 185 лошадиных сил и те же остались да тут ничего не поменялось 400 нитона метров крутящий момент и здесь уже стоит новая восьмиступенчатая коробка передач даже что в стингере да ну и сорэнто да неправда не может быть тоже что в стинге такая же как сорэнто но я смысле там же момент насколько больше я думаю что не не целесообразно было бы сюда то же самое поставить абсолютно тут вопрос больше мне кажется в конструктивной особенности если же она сюда стала и от сорэнто там 2 и 2 двигатель то ну да в принципе сорэнто же моментный здесь расположение двигателя поперечная в стингере кстати продольная в 6 в 6 до она значит коробка в принципе не может быть даже восьмиступенчатая но восьмиступенчатый автомат уже уже как бы катаются на нем теста кстати тестовая машина у вас есть новая пока нету мы как раз ожидаем введение автомобиля потом ближайшее время будет но скорее всего это будет наверное новый 1.6 автомат он такой более популярный ну мне бы просто интересно было бы как раз на восьмиступенчатым покататься разная комплектация возможно появится у нас в джетелайне с дизельным на автомате поэтому будет ну а насколько обещают снижение расхода кстати по дизелю у меня кстати средний расход 9 это с учетом того что машина ездит скажем в городском таком режиме меньше по трассе больше много остановок перепарковок то есть нормально это нормально до расхода будет меньше будет чуть чуть меньше ну насколько литра литра я думаю колоссальный в моем режиме на трассе должно быть на трассе должно быть меньше потому что кстати на трассе у меня тоже не так уж и мало где-то 8 литров получается то есть если здесь будет 7 уже уже сильно хорошо 6 может даже если если аккуратно напомним что для заправки тестовых машин в киеве мы выбрали сеть азс украфта реализующую литовское топливо орлен благодаря этому мы объективно можем сравнивать расходы динамику разных моделей зная что в баке топлива стабильного качества так то есть новшества есть дальше что еще у нас есть по моторам по моторам появятся новые дизельные двигатели 16 turbo дизель еще нет его нету а здесь что 16 бензин турбированный турбобензин такой же как и был да тоже там по лошадям все тоже со всем лошадиных сил такой же двигатель такая же коробка передач 7 ступенчатые 10 есть даже не будем открывать все все здесь то же самое так что насчет нового 1 6 то есть вместо 1 из 7 дизель вместо 1 из 7 дизеля будет в украину поставляться 1 из 6 turbo дизеля тоже будет гамма по лошадиным силам будет 16 на механике 115 лошадиных сил новый двигатель и будет 1 из 6 на роботе 7 ступенчатом 138 лошадиных сил то есть маленьким дизелем по-прежнему будет робот до 2 сцепления дали за сил сколько еще раз 115 на механике и 138 насколько было на 17 тоже 115 она автомат тоже 138 141 ну а по динамике вообще что будет близки то же самое по динамике единственно что что это будет двигатель уже евро 6 вот но все-таки мы сейчас ждем ответа от завода производители что нам будут поставлять версии евро 5 то есть вы этого добиваетесь с моим людям будет дешевле во первых где к нашему топливу адаптация раз во вторых не будет мочевины дополнительной а мотор это тоже где-то ставился кроме спорт нет это новый двигатель будет поэтому мы сейчас ждем то есть нам надо еще посмотреть что получится что с него получится так что с приводом остался полный привод опять же в средней комплектации в полной комплектации и передний привод в базе то есть по приводам ничего но все то же самое и 1 и 7 мотора дизельного тоже вообще не будут не будет уже только 16 до возможно появится полный привод новыми дизельными двигателями 16 как на механике так и на автомате пока с 1 и 7 не было не было хорошо игорь по подвеске что-то изменилось по подвеске ничего не изменилось здесь такая же подвески осталось много рычажка и она в принципе всех наших клиентов удовлетворяет один вопрос что скажешь по упорному подшипнику здесь я спрашиваю как бы уже с подвоха потому что это у меня было гарантийное обращение по нему одно я честно говоря очень доволен был сервисом и мы с яриком на шифрах на таких пришли чтобы нас как бы не опознали но просто великолепно обслужили у меня есть опыт с фольксвагеновским сервисом мягко говоря не лучший еще с другими брендами но так быстро как здесь но я такого еще не видел поменяли короче говоря его по гарантии и сказали что сверху это заводская нестабильность в качестве 1 первых партий потом якобы меняют на новый и уже проблемы снимаются что все может быть это скажем так такой элемент который в первую очередь один из первых попадает под воздействие на подвески наших дорог поэтому он может выходить строя опять же обращайтесь по гарантии делом фотографии отправляем на согласование все меняется ну мы опять же продолжаем снимать длинный тест моего спорта же там мы подробно расскажем про ситуацию с подшипником но в двух словах то есть при повороте колеса появился очень интересный стук неожиданно и вот тяжело было представить что это именно опорный подшипник думали на рейку не там на много других вариантов приехали на сервис вообще без разговоров подшипник меняем минут 40 и уехали говорят что больше проблем не будет сверху я уже проехал по моему тысяч 7 пока все хорошо в общем будем за этим следить так что у нас гарантии грань осталась такая же пять лет либо 150 тысяч километров пробега ограничено то есть на все и на двигателе на коробку на двигателе на коробку единственно что там есть ограничение первых три года ограничение практически идет на ходовую часть опорный подшипник относится да то есть на подшипник три года три года хорошо так по кредитам сейчас самое какое у вас самое популярное предложение сейчас у нас есть несколько банков-партнеров они кредитуют по акционным условиям для наших покупателей с это кредо банк это укргазбанк есть еще ряд других банков вот есть условия под 0 процентов годовых рассрочка да но кривой 60 процентов и на сколько лет на один год значит 60 процентов один год скрытые платежи там сильно влияет там есть разовая комиссия порядка трех процентов и чуть-чуть завышенный если брать от ритейловского страховка каска ну то есть даже при таких условиях там переплата небольшая порядка четырех пяти процентов а если допустим там брать на три пять лет на пять лет вообще берут дают на 5 лет берут дают и на семь лет берут какие проценты там уже порядка 12 процентов годовых гривне из какой минимальный взрос вот десяти процентов отлично что с обслуживанием от по новому мотору есть какие-то изменения по 1 и 6 дизелю или то же самое что 17 взрывами все то же самое по регламенту 15000 или 1 год обслуживание стоимость стоимость порядка 100 долларов дизель будет чуть-чуть где-то на пятьсотка 600 гривен 120 но каждые 15000 первое большое то для спорта джека наступает это где-то на 60 тысячах пробега что это будет это будет уже скажем так если мы рассмотрим на механике то это будет уже масло фильтра не мог добавиться бензиновые свечи вот могут добавиться тормозные колодки опять же все по износу колодки это как бы за регламент и может добавиться охлаждающей жидкости скажи а с автоматами надо вообще там масло менять по регламенту по регламенту как такого там масло меняется где-то на 90 тысяч но но есть обязательно или по рекомендации по состоянию нужно смотреть на каждый агрегат там прописано более подробно под каждый двигатель и под каждую коробку уже регламент свой поэтому она может меняться в зависимости от этого но это все средства документации указано но я имею ввиду что новый автомат 8 ступень что не отличается в этом плане отличается хорошо ну что сядем внутрь да и так базовая комплектация 17 300 евро выглядит темной потому что нету никаких светлых элементов форма кресел я так понимаю не отличается отличается то же самое только обшивка обшивка скажем так средняя бывает бывают ситуации когда его ткань трогаю и прихожу в восторг это не тот случай но с другой стороны ничего как бы на нервы не влияет то есть средний нормальный вариант по моему будет живучи как бы нету претензий к ней в базе имитация обивки панели кожи будем так говорить имитация строчки клавиатура тоже вот что у меня практически сейчас только кнопка климат какая-то добавилась что у нас тут еще по комплектации принципиально нового принципиально нового это в базе уже идет дисплей 7-дюймовый и на этот же дисплей выводится камера заднего вида она опять же идет в базовой комплектации опять же сейчас экран потух потому что все аккумулятор но такой же экран будет в средней да да внимание сейчас мы пересядем в среднюю и там посмотрим экран который будет и в базе но климат здесь раздельный в базе климат раздельный был тоже раздельно подогрев руля подогрев сидений юсб здесь ничего нового помощник при спуске до экран такой же как и был черно-мелый руль обновился вместе с клавишей и опять же мои главные претензии к спорту джо моему здесь рушатся и начнем с обивки руля наконец-то приятно и до нее дотрагиваться потому что там была такая очень сухая кожа постоянно скользкая другие клавиши по функционалу в принципе те же но посмотрите кнопки намного больше очень приятно тактильно вот киа конечно когда-то говорили что китайцы всех прижучат но по моему это будут корейцы таким настолько приятно сделаны все эти штуки вам надо попробовать обязательно зайдите в салон посидите потрогайте так что здесь еще нового такого чтобы показать чего не было в базе потому что я честно говоря базу не помню тут огромное зеркало смотреть потенциально женская машина ничего ся хотели сильно чего бы так не делать зачем все время делать маленько на здесь практически вот этот элемент новый и руль новый все остальное осталось от предыдущего и кресла соответственно тоже до формы абсолютно такой же подлокотник такое же кресло на втором ряду ничего нового подогрева нету подогрев есть базе он и был в базе мысли задних сидений до задних сидений в базе был подогрев был подогрев да и здесь он тоже остался ничего себе и подогрев подушек безопасности полный набор подушек безопасности 8 штук для колен водителя есть нет уже можно даже регулировать угол наклона спинка в базе и 60 на 40 складывается спинка совершенно верно ну вот за это за это и здесь можно поставить так можно кому поспать может поставить так за это и беру то есть фактически получается в базе по функционалу есть практически все да все самое обязательное здесь уже есть и bluetooth и круиз и подушки крови нас есть бы климат да и цветной дисплей уже с камерой заднего вида так пошли смотреть магнитолу в бизнесе ну и вот я сажусь как будто бы в свой спорточ который обновили я имею ввиду комплектацию бизнес по-прежнему нету киллеса такой же ключ нету кнопки вот кнопку честно я могли бы добавить если бы меня спросили наугад добавят и кнопку я бы сказал что точно добавят так кресло то же самое один замы вообще тоже даже ткань даже боковина с кожзама тот же подлокотник на потолок такой же зеркало вот я не знаю но у меня же такого нету огромного зеркала да не влиял внимание смотрюсь вот аж интерес сейчас приду дома посмотрю так слушай а вот здесь добавилась обивка может быть да есть да не будет тарахтеть нам слушай молодцы не зря там что-то делают изучаю да там жалобы перед вот 100 человек жалуются что очки тарахтят срочно что-то сделать так добавился рояльный лак клавиатура принципе но кнопки похоже но что-то не так двузонный климат это управление магнитовой донос теперь добавил основа кнопочка климат а что она в базе тоже было она сразу выводят настройки по климат-контролю на дисплей круто базе не было раньше дисплея поэтому не было ты кнопочек теперь рассмотреваться регулирую как у немцев сейчас крутишь начинаешь крутить обдув и температуру сразу она появляется но можно еще этой кнопкой дать более они подожди здесь не то выводится что-то of да вот тоже самое то есть вот мы в в избранном примеру и переходим в климат прикольно вот такой кнопки я ни у кого еще не видел дорожного таков полной комплектации gt line где был большой дисплей комплектации так лак здесь у нас на руле дисплей по размерам ну то есть все все анимируется как-то веселей как это называется панель super vision а тогда это было точно так же называлась она просто чуть модернизировала здесь добавили куда-то мишда но по показаниям все то же самое просто то же самое место что что раньше было опять же кнопочка отключения есть и плюс а здесь уже эта кнопочка опять же в этом меню уже заложили выбор режима въезды это по-прежнему просто спорт и не спорт да да то же самое помощник при спуске имитация блокировки кстати вот теперь она все так симпатичного ли выразительно стала ну как-то вообще зелененький цвет приятно такой выглядит так спорт не спорт и это у нас отключение парктроника нарезать теперь селектор кпп тот же кожа смысл и там же для чего еще вот эти две заглушки это идет как правило в полной комплектации gt line вентиляция сидений так здесь у нас нет тут подогрев только что еще нового и снова просто я уже я уже честно я больше ничего не вижу да на втором ряду то же самое просто подогрев да и более качество и был дисплей по моему 5 дюймовый стал уже 7 дюймовый вот это вообще отдельная тема это сейчас мы переходим плавно у меня как бы по функционалу меня все устраивало но конечно экран уже со временем кажется очень маленьким маленький у меня прикольно что можно подключать телефон и с айфона отображаются треки отображаются картинки треков все но хотелось бы побольше навигации здесь здесь нет а доставить вообще можно нет здесь только если подключать опять же android или apple car а здесь есть android авто да можно 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 подключить по поводу по идее это та же магнитола которая к примеру в пикантом недавно да 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 такое же поколение да можете кстати глянуть наш обзор что почем киа пиканта там мы подключали и android авто и apple carplay все работало я тут даже пробовать не буду потому что система должна быть абсолютно та же аналогичная так что тут еще нового приложения так все здесь нечего листать прикольно реагирует как чувствителя не надо там нажимать сильно о сделаем часы но можно на эту кнопочку а вот отлично просто подержать и получаем она такие вот часы аналоговые да будем говорить так по кнопкам то же самое что и в базе слушай ну прикольно прикольно самое пока что впечатляющие это конечно экран и возможность подключать телефон по протоколам заняты на нет ну камера же у меня тоже есть на камеры но конечно на том экране она смотрится так печально здесь как бы уже веселее но хотя картинка конечно не идеальная но информативная при том что там сзади достаточно темно выглядит неплохо опять же с учетом того что эта машина за сколько денег это 26 25 900 с таким мотором да а вообще бизнес с минимальным двигателем вроде как все пойдем в топовую да у меня к вам одна просьба если нравятся наши обзоры подпишитесь на канал чтобы не пропускать новые сюжеты жмем кнопку подписаться прямо под этим видео а затем на колокольчик рядом с ней мы публикуем обзор вам приходит сообщение спасибо и приятного просмотра и так топчик джеки line практически люкс класс цвет не поменялся случайно цвет не поменялся то же самое за было в предыдущем такая же расцветка и будет опять же в классический вариант полностью черная кожа слушай выбор получается либо вся полностью черная пацанская с красной строчка будет либо вот такая вот такой слушай расскажу один прикол у меня рост большой и у меня в моей машине мне не хватает длины подушки но я не брал электрорегулировку я вообще не брал комплектацию джеки line по нескольким причинам разница в цене там был под 5000 долларов да если не ошибаюсь на то время это был конец шестнадцатого года начало семнадцатого мне не нужны были 19 диски вообще ни за что никак 17 хотел только и все остальное как бы ну не тянуло для меня на 5000 но потом когда я впервые сел в эту версию я заметил один момент здесь ниже опускается сидушка больше задираются ноги в итоге я в этой машине сижу ну так как я не сижу в некоторых машинах класса выше себя посадку то есть получается я могу выше поднять поднять сидение это просто кайф в итоге я на allegra нашел уже салоны в польше причем что интересно кожаные от gt-line но бежевый цвет такой даже больше желтоватый мне кажется подойдет под мой шампанское цвет кузова и хочу сюда в сандалить салон если это получится мы обязательно покажем скажем расскажем по идее все должно работать все должно регулировки и все но если у вас большой рост обратите внимание на это потому что здесь сидеть намного удобнее так у нас черный потолок это круто моем понимании у нас панорамная крыша реально огромная но это все было скажи а сколько стоит вообще сейчас gt-line 29 900 сейчас лишь line с 1.6 бензиновым двигателем на 7 ступенчатом 10 с 1.6 turbo да да а с дизелем с дизелем пока информации нету мы все-таки ждем что будут опять же двухлитровый дизель на восьми ступенчатом автомате но будет чуть-чуть дороже 1033 где-то тогда а получается не подешевел топ он не то что не подешевел он не то в такой же цене и остался так что у нас добавилось наружу новый дизайн фары фонари руль здесь перфорация но даже новые клавиши новые клавиши шильдик gt-line типа как с line экран у нас тот же но он теперь фактически такой же как и в бизнесе да 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 тут уже стоит больше дисплей кейл из якил из правильно сказать как у нас поднять яркость вот так вот так у нас я смотрю близ есть контроль слепой зоны я не был да да он был так отключение старт-стоп крышка багажника jbl как мы сказали теперь только в топе только в топе на кнопка климат завод кнопкой больше экран больше экран это вообще штука да уже двое мы аккуратно отклеим давайте мы делаем вот так потом аккуратно вернем то же самое просто больше больше да и здесь уже стоит слот для карты памяти для родной навигации она в базе идет она идет в этой комплектации да уже уже сразу памяти в наеда на ребенок предоставляет карты это своя разработка они ее обновляют поэтому время от времени можно даже приезжать обновлять и то есть у нас на сервисе да а как как мне знать чтобы обновились карты а когда вы пишете на то вам сами по наши консультанты предложат обычно это происходит раз в год не скажи а если я между то могу приехать да конечно у нас как правило чувак иди в очередь жди до нет это делается не очень долго и стоит порядка там около 100 гривен а все-таки надо платить она к его на то то же самое тоже будет а плюс накид дополнительно работы а что здесь кроме навигации добавилось в я меду в большой большом экране здесь принципе то же самое что и было то есть все настройки которые там касается дисплея такие же и остались так что тут еще можно интересно увидеть я больше ничего не вижу нового но да здесь уже так вот чисто визуально практически по всему пришлись уже то есть беспроводная зарядка была да таки осталось она то есть получается если говорим о топовой версии у нас руль и экран и дизайн руль экран да ну это если говорим по интерьеру и все да понятно то есть в основном скажем так внешность потому что экраны так был достаточно большой дал он был с рамочкой здесь нужно навигация была навигация тоже было да и один момент я думаю вы на камере не видите здесь очень прикольная матовое покрытие экрана то есть он не не бликует должно быть прикольно возвращаем на место аксессуар который не исключено что будет здесь ездить даже у нового владельца на так хорошо пора ответить на вопросы итак поехали в инстаграме на данный момент уже 83 вопроса я сразу уточню я надеюсь что все понимают прекрасно что призываем задавать вопросы мы в день съемки поэтому если вы видите что прошло больше чем два три часа с момента публикации запроса вы можете уже все таки их не задавать мы уже не успеем на них ответить но вот некоторые некоторым повезло и так клиренс у нас тот же сколько 182 мм сегодня мы клиренс не меряли чтобы было интереснее смотреть скоро наш тест спорта же в котором мы это обязательно сделать 182 это заявлено да он от комплектации от моторов зависит от привода не отличается 182 вообще сами проверяли мерили не мерили но никто нареканий по поводу этого никогда не делал поэтому больше чем хватает привод соответственно тоже муфта электромагнитная так то есть по технической части машин те же если не считать нового автомата 8 ступень нового мотора 1.6 дизеля хотя хотя в том числе и новая связка 1.6 бензин с автоматом с автоматом да что касается старых моделей еще в склад есть склады если на них было сделано акцион и предложение и было так поставлена задача максимально быстрых все распродать успели справились не подвели чески справились остались несколько автомобилей в полной комплектации джеки лайн с двухлитровым дизельным по интересной цене поэтому цена где-то 930 тысяч гривен это сколько это скидку сделали в 2000 евро так и сколько сейчас цена в евро получается и где-то 32 тысячи евро необычная цена сейчас это получается 29 тысяч евро то есть это существенно дешевле чем новых чем но и с учетом того что как мы только что выяснили отличие только внешне если вам нравится старый джеки лайн то это хороший повод сколько машин ты говоришь что в джеки лайн комплектации порядка до 20 штук еще осталось в базовых комплектациях практически нету машин может быть парочку еще найдем с дизельным двигателем 17 дизельной механики короче приходите спрашивать игоря он вам подыщет вторую машину стараемся вопрос когда у нас появится все-таки на тесте новый уже новая связка 1.6 автомат или новый 8 ступенчатый пока точной информации я к сожалению не предполагаю я думаю что это будет где-то через 3-4 недели вот но в индивидуальном порядке мы людям все-таки даем на здесь по территории проехаться почувствовать ага то есть практически на любой машине не практически а в основном это 1.6 на автомате это более новая модификация она интересная по цене поэтому как правило мы заказы уже пошли заказ уже пошли уже практически вся первая партия отгрузки автомобилей уже распродана мы уже ожидаем по нашему салону мы уже ожидаем еще поставок поэтому машина пошла и комплектация это ходовая 1.6 на автомате тоже очень популярны то есть вот но новое дыхание до открывается на портажа до интерес внешность раз и новая комплектация и и это очень популярная комплектация вопрос доплата за цвет бывает доплата за цвет отдельно нету в цену автомобиля включена уже все дополнительные за они все металлики по они все металлики ну да соответственно нет смысла обсуждать двухлитровый дизель сейчас по-прежнему евро пять пока еще он евро пять мочевины там нету нету можно не переживать скажи пожалуйста а sportage пересекается по цене с sorento то есть жить и line такое бывает потому что sportage у нас попала подвязаны по курсу евро а сорента под курс доллара когда курс евро дорожает то иногда бывают такие моменты но не крайне редко цена спорт же где-то так приближается к цене стартового сорента а в чем специфика почему к евро привязан sportage где он производится он производится в словакии все контракты подвязаны по сорента а сорента в корее там все контракты по доллару что с антикоррозийная обработка кузова здесь идет завода обработка кузова уже антикоррозийная но если кто-то оцинковка это не оцинковка это именно как обработка позиционируется она хорошо сделано стороне да здесь двухсторонняя обработка и гарантия на кузов есть 10 лет поэтому от производителя и от клиентов за много лет работы мы никогда не слышали киро нарекания именно по по ржавчине или по какой-то вообще коррозии по кузову но отдельно для наших клиентов у нас есть такая как услуга дополнительная обработка нищие там пластика много закрыта пластика немного в комплектации стоит пластиковая защита уже завода мы опять же здесь ставим как правило металлические защиты и по желанию делаем обработку а кстати по поводу защиты мне доставляли защиту опционально подарили от салона здесь что здесь сама в комплекте идет пластиковая на завода и опциональному же здесь доставляем металлическую скажи пожалуйста сейчас новая цена то есть никаких как бы акции на него нету вопрос можно ли торговаться в салоне мы открыты всегда для диалога с нашими клиентами мы пробуем со всеми договариваться поэтому этот вопрос открыт и мы его обсуждаем что в списке аргументов сейчас в списке аргументов у нас хорошая цена на автомобиль когда я скажу так есть хороший курс евро и этот автомобиль действительно дешевле своих конкурентов может быть но я бы сказал вообще в плане торгов коврики в списке аргументов коврики защиты даже сигнализация что вообще самый популярный аксессуар который доставляется здесь кроме защиты защита коврики популярность это сетка в радиатор ставится специальная защитная чтобы не пролетали не камни сетка стоит где-то 2 700 с установкой вот но тем не менее в ваш радиатор до защищена долгие года от того что он не потечет не разобьется и не забьется разным мусором еще вопрос по шумоизоляции неизвестно дорабатывали или нет заявлен по шумоизоляции ничего не дорабатывали вот как он был в предыдущем варианте так он и остался но скажем так нареканий опять же я не слышал а а теперь игорь больной вопрос очень много отзывов относительно рулевой рейки которую чинят по гарантии у меня это пока что миновало но много слышал что скажешь за это я ничего не скажу потому что я про это вообще очень мало редко слышал и в основном наши клиенты которые приезжают проехали год-два они приезжают от то до то что но вот знаешь некоторые отзывы мы в случае с мазда с этим встречались они идут из россии потому что разная сборка машин аналогичную через кия что все то же самое мы просто мы в украину поставляется автомобили со словакии в россии свой рынок свое производство поэтому их портать же в россии россии вообще нельзя сравнивать может быть оттуда потому что большинство как раз отзыва на драйв ру но они отличаются до российские автомобили от корейских очень даже и так на этом вопрос у нас все переходим к списку конкурентов самый часто упоминаемые клиентами у нас кто я бы наверно хотел прямого конкурента это hyundai tixon так я напомню что у нас на инфокаре есть удобный мастер подбора мы забили туда все что нам нужно это тип кузова привод и ценовое ограничение получаем список потенциальных конкурентов наиболее популярных я добавил в избранной отметив сердечком и теперь мы видим полный список машин которые можем обсудить удобно доступно всегда под рукой так еще раз кто сам хиндай tixon брат-близнец добра хотя со всеми не близнец на самом-то деле внешне да они абсолютно разновился да тоже обновился и что у нас если сравнивать эти модели между собой если сравнить и моделей между собой то у спорт и джа чему все-таки выигрывает это гамма двигателей я вижу что тусан или туксон заходит с 23 800 долларов в то время как спорта пересчитывается в 20 приблизительно из-за мотора потому что за мотора сана у тусана минимальный мотор то 155 сильный 2 литра 2 литра до такого же спорта же скорее всего уже не будет этого двигателя и вот на смену ему как раз пришел этот 1 и 6 на автомате а вот топовый к примеру двухлитровый тоже уже с восьмиступенчатым автоматом у тусана в топовой комплектации стоит 38 тысяч долларов в то время как спорта ч в топе мы пока не видим на инфокаре цена есть только на бизнес 31 а на топ еще пока что нет с этим мотором с этим мотором 2 литровым да вот короче говоря случае сравнения хендай туз хендай и ки это ответ на вкус и цвет и уже сравнивать и готовим очень важный момент дороже ты имеешь ввиду спорта ежда хендай дороже будет если брать это аналогичной комплектации двигателя то во первых у хендай не все представлены во вторых они всегда чуть-чуть дороже если они не запускают какую-то распродажу а я еще кстати не видел внутри но вроде бы наконец-то веселей стал салон посветлел по крайней мере но интересно будут ли нам эти светлые заезжать салон и потому что посмотрим те выглядят чуть-чуть скучновато x-trail и больше он да бывает скажем так спрашивают между с ним сравнивают но это я не могу сказать что это прямой конкурент он где-то и между соренто между спорт и джем но ценовой с ценовой сегмент тот же до приблизительно особые моторы не сильно быстрая да то есть 21 у него вход 21 с половиной тысячи долларов это на механике с двумя литрами но как бы тоже соизмеримо торт тоже конкурент единственное что комплектация там будет не настолько богатая база и средний и даже топ даже столько я знаю дальше ford kuga но скажем так не особо актуально его сейчас вспоминать потому что модель уходит он уже не везде есть наличие скоро будем ждать новый но тем не менее вход у него на и кубу сейчас двадцати сильном с механикой 19 700 то есть формально он дешевле формально да а люди в курсе сравнивают крайне редко запустение время несколько человек только были которые рассматривают но есть конечно вопрос с надежностью их него power shift до робота потому что на киевске пока что ездит вроде тут все нормально вопросов нету qashqai имеет меньше не меньше да плюс а гамма двигателей у них скажем так специфическая налет мелкие модели то есть это машина под европу больше экономичные мелкие моторы и в принципе цена практически тоже что за спорточ но мотор 1 и 2 3 цилиндровый кстати или 4 он по моему 4 цилиндровый но он до 1 и 2 турбирует там немного лошадиных сил и скажу так это многих людей пугает mazda cx-5 mazda cx-5 это конкурент но для уже более дорогих комплектаций и спорта gt-line и бизнес то есть gt-line уже как бы имеет смысл сравнить но опять же да по цене будет чуть-чуть дороже чем sportage mazda стартует с 28 они 24 есть базовую комплектацию дороже но топовые у нее 40000 и комплектация там не лучше чем ерунда приблизительно также но она хорошая скажем хорошая на raw 4 raw 4 пока это конкурент такой же почему по комитике мы сейчас ожидаем что новый будет raw 4 поэтому а вон то есть вы надеете что наконец-то еще по на еще дороже будет да и скажем так он выйдет конкуренции по цене хотя бы в этом стартовом ценовом сегменте но опять же сравнивают люди кому что ближе мы все-таки больше ставку делаем когда сравним с травом на дизельные двигатели на механике и на роботе до стартовой комплектации но я скажу так конечно по ощущениям от управления и акустического комфорта невозможно сравнить тойотовский дизель да это не зря это по себе говорю да то есть насколько тише и плавнее работает мотор киа шкода коров поменьше поменьше новая модель и крайне редко у нас вообще с ней сравнивать можно вообще очень прикольно машина классно интересная машина но очень хорошая подвеска да но опять же цена stars 25 это будет dsg dsg да есть вопросы хотя мотор 1 и 5 на 150 сил неплохой то есть чуть дороже спорта g получается рено каджар рено каджар тоже хороший конкурент есть там своя гамма двигателей довольно-таки популярные и но мне кажется что специфика французского автопрома чуть-чуть другая чем у корейского автопрома тут кому же что ближе но опять же комплектации спорта чуть-чуть выигрывает технически корейский автопром на сегодня брутальный в плане технике техники в плане объемов моторов и в плане коробок то есть они не как бы не гонятся везде поставить роботы не гонятся за мелким объемом и в случае как бы с нашим менталитетом с нашими предпочтениями это конечно большой плюс mitsubishi outlander крайне редко спрашивают но хотя он сильно больше хотя он больше старые моторы к сожалению так peugeot 3008 это интересно недооцененный конкурент я бы с почему недооценен очень даже хороший конкурент для полной комплектации когда у них были интересные цены даже с передним приводом дизельным двигателем они не очень хорошо у нас забирали клиентов решал интерьер и решал интерьер очень да и цена как только у них более-менее скажем так конкурентная цена люди рассматривали один вариант и второй вариант как только у них цена чуть-чуть была выше плюс опять же это передние приводы напомню вот а у нас полный привод за эти деньги даже дешевле бывает то с точки зрения практичности люди отдавали кстати и шкоду корок и пж 3008 мы также снимали в рубрике что почем поищите на нашем канале там все подробно обсуждалось и последнее формальный конкурент volkswagen tiguan который в базе наверно стоит как топовый sportage при этом непонятно да тренд онлайн 29000 космос крайне редко крайне редко это тоже конкурент bmw x5 мы скоро будет хотя не x3 и так резюмируем бомбезный новый дизайн и это не только дизайн это функционал потому что диоды у нас опускаются в более доступные комплектации в частности в бизнес шикарная задница у машины просто глаза отвести невозможно если говорить о средней и базовой комплектации то фактически они подешевели потому что стало больше всяких плюшек цена даже немножко упала появился такой сладкий вариант как 1 и 6 бензин с автоматом и скорее всего он как раз будет делать киа продажи в интерьере изменений таких существенных мало в основном это более приятный руль больше экран и то что мне очень нравится появился появилась возможность подключать смартфоны внутри даже уже в базовой комплектации и это конечно огромный плюс я буду пытаться эту магнитолу как-то может быть себе внедрить посмотрим что из этого получится в остальном все я думаю что обсуждать это нет смысла и sportage еще на несколько лет останется лидером рынка если ему не помешает появление какого-то совсем нового игрока который упадет там на метеорите из космоса все на этом все мы благодарим и горя все я думаю скоро мы сюда еще вернемся за стингером пока